Практически все технические вопросы, связанные с введением безвизового режима между Россией и Евросоюзом, решены. Остался последний этап. Необходимо официальное согласие европейских политиков решить визовый вопрос. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия-ЕС, который завершился сегодня в Брюсселе. В бельгийской столице работает специальный корреспондент РТВА Марта Ардашелия. Владимир Путин недоволен. Российский лидер не находит объяснений, почему граждане России, которые за уходящий год в магазинах Европы оставили миллионы, не имеют права на безвизовый режим со Старым Светом. Путин требует от европейских лидеров конкретных решений. Здесь хотел бы отметить, что практически все технические вопросы, связанные с введением безвизового режима, считаю, решены. И теперь дело только за политическим решением со стороны наших европейских коллег. Значение торгово-экономических связей очень велико. Отсутствие безвизового режима, конечно, сдерживает дальнейшее развитие экономических связей. По официальным данным, ежегодный товарооборот между Россией и ЕС составляет чуть менее 400 миллиардов евро. Инвестиции российских компаний – 200 миллиардов. Из них половина – прямые финансовые вливания. Со своей стороны, до 50% продукции Россия реализует в странах ЕС. Внушительные цифры, которыми оперирует российский лидер, стали решающими на юбилейном 30-м саммите в Брюсселе. Жесткий и бескомпромиссный Путин и европейская школа дипломатии столкнулись лицом к лицу. ЕС рад продолжать сотрудничество в сфере экономики, особенно в условиях мировой финансовой стагнации. Но с визами российским гражданам придется подождать. Решения нет и по сложным международным вопросам. У нас есть множество общих интересов, и мы неизбежно должны сотрудничать, чтобы найти ответы на общие вызовы. Наши экономики зависят от рынков друг друга, взаимных инвестиций и поставок. Безопасность в Европе может быть гарантирована только если мы будем работать сообща. Только вместе мы можем найти решение проблем мировой экономики и кризисов в различных регионах мира. ЕС и Россия разделяют озабоченность по ситуации на Ближнем Востоке, тесно работая в рамках квартета. Такой же уровень сотрудничества сохраняется по Ирану в форме шестерки международных посредников и по Афганистану. На саммите в Брюсселе Путин пытался продвинуть и вопрос энергосотрудничества, вывести строительство и работу газопроводов в Северный поток и Южный поток из действия наиболее жестких положений так называемого третьего энергопакета ЕС. Этот документ чинит препятствия российскому энергогиганту «Газпрому» на пути абсолютной монополизации поставок в Европу. Лидеры России и ЕС обменялись позициями и разъехались до следующего саммита. По словам Путина, мяч теперь на половине Запада. Очевидно, что от этой политической игры зависит экономическая стабильность Старого Света, основным партнером которого остается Россия. На этом фоне проблемы в сфере прав человека и гражданского общества в России отступают на второй план. Марта Ардашелия, Брюссель. Специально для RTVI.